Девушки отдыхают На Трифонов монастырь В таком старом районе нашего города Работа уже кипит, уже субботники прошли Уже часть мусора разгребли В общем, что хотели бы сделать И что хотели бы видеть активисты и горожане На этом месте, мы узнаем после 12 часов Сейчас тема у нас Связана с массовыми Мероприятиями, которых на самом деле У нас с марта в городе нет Подожди, массовые мероприятия пока еще запрещены Многие об этом Жалеют Но такое эмоциональное восприятие Истории, это одна сторона вопроса Другая сторона в том, что Бизнес, который в этой сфере работает Фактически полгода уже не работает Дмитрий Потемкин В нашей студии директор по развитию Концертной площадки Гауди Добрый день Добрый день Иван Полушкин Директор концертной площадки Конструктор практик Здравствуйте Сергей Орлов Президент мотоклуба Орден Севера Организатор фестиваля Рок над Вяткой Сергей, здравствуйте Здравствуйте И Павел Исаулов Организатор мероприятий Для молодежи Мы так обозначили Это, да? Добрый день, Павел Добрый день Я напомню, что нас можно Не только слушать Но и посмотреть На нашем канале в Ютубе Идет видеотрансляция И через пару минут Думаю, мы запустим ссылочку В группе ВК Эхо Кирова Также, если у вас есть Какие-то мысли По поводу беседы Можете написать нам На номер 8909-720-101-0 Вайбер, Вазап СМС, Телеграм Как вам удобнее Ну, собственно Что у нас за последнее время Разрешилось Так как сами-то Массовые мероприятия Все равно еще запрещены С 10 августа Заработали Кинотеатры И все И фитнес-центры А, и фитнес-центры Разрешили наконец Работать в том формате В котором они давно просили Чтобы возможно было Проводить групповые тренировки С 15 сентября Открываются театры Ну, уже работают музеи Ну, на самом деле Я не поняла Что за Путаница Или что это было с датами Потому что Пресс-релиз Первое правительство области Который касался кинотеатров Он касался в том числе И концертных площадок И там была дата 10 августа А в следующем пресс-релизе Оказалось, что Концертные площадки Театры уходят на 15 сентября Если с театрами В принципе понятно Там открывается театральный сезон То вот с концертными площадками Мне кажется Произошел какой-то небольшой затык Ну вот у меня вообще вопрос А концертные площадки 15 сентября Откроются или нет? Давайте я, наверное, прокомментирую Давайте, да, Дмитрий 15 сентября открываются концертные площадки В которых есть посадка То есть, если говорить про город Киров Это филармония Это ДК Родина Это ДК, например, там Первого мая И драмтеатр То есть это залы с креслами? Да, где можно контролировать рассадку Через одного Либо капсульно То есть там есть два варианта рассадки Эти концертные залы работать могут Те концертные залы Которые, грубо говоря, это Гауди И конструктор практик Они работать пока не могут Почему? Потому что там посадка минимальна Остальное люди стоят Если люди стоят И развести их как-то там Через какой-то квадратный метр невозможно Это массовое мероприятие Мы это, в принципе, понимаем Но у меня, как бы, точка зрения немножко другая То есть, если мы говорим про массовое мероприятие Как дискотеку, да Получается, что мы там Несколько там еще неон там простаиваем Соблюдаем закон, все делаем Но часть предприятий в городе Говорят, что они общепит И прекрасно работают Ну, то есть, портят они статистику нам Или не портят, мы не знаем Но, тем не менее Собираются там точно так же люди Собираются по 200 и по 300 человек Эта же дискотека там проходит И все остальное Ну, мое понимание Вы либо закройте все Либо откройте все оставшееся Так, подождите То есть, люди туда приходят Как бы поесть? Ну, как бы да Как бы поесть Ну, я слышала, что банкеты прям многолюдные очень проходят И банкеты эти, правда И это не главное Перерастают, да В дискотеку это никому не мешает совершенно Ну, смотрите В самом начале пандемии Очень ловко вывернулся Ну, многие представители бизнеса Цветочные магазины начали торговать там мандаринами И им не пришлось закрываться Возможно, точно так же в КП, я не знаю Стоит по периметру расставить стульчики Ну, то есть, сделать что-то Сделать зал с креслами Нет, мы тут в любом случае говорим Если я сейчас закончу И потом Иван, наверное, расскажет Все-таки концерты В том же Гауди, да В конструкторе практики Это большие концерты Это не на 100, не на 200 человек Это все-таки где-то 500 Может быть, больше 700 Если Гауди вмещают полторы тысячи, да Если, например, опять же вспомнить Там того же Собянина, который сказал Вот хорошо, мероприятия проходят в дискотеке Ну, там в 50% заполняемость То есть, в 700 человек мы готовы там проводить мероприятия Без проблем, наверное, там и часть промоутеров на это согласится Хотя есть часть концертов Которые могут окупаться только после тысячи человек Это, безусловно, так и есть Но ситуация пока вот складывается в следующее То есть, вы можете Если вот будет половинная загрузка Ну, конечно, конечно Потому что помимо концертов Есть еще массовые там молодежные мероприятия Вот Паша там расскажет, как это проходит В любом случае, молодежь, которая сейчас осталась там Ну, на улице целиком, да То есть, не организована, не как-то еще Ну, она могла бы тоже, наверное, отдыхать В том формате, в котором это было до карантина Наверное, так Ну, вот у меня в двух словах, наверное, так Ну, у нас что? Я бы сказал, что На данный момент мы работаем все-таки, да Вот И работаем примерно на 20% От того, чтобы мы хотели Оно 70%, там 80% даже Это у нас массовые мероприятия, так скажем То есть, концерты, вечеринки и так далее Да, сейчас, сейчас, просто поясню слушателям 20% это, как бы, окупаемость Да, да, да Там 20% от того, от того, от объема, который вам нужен Ну, минимальный, да Минимальный объем Да, чтобы покрывать все затраты Вы сейчас работаете, конструктор практик В формате общепита, получается, да? Ну, как-то, в принципе, мы и работали У нас же есть бар, у нас есть какая-нибудь, какая кухня Вот Ну, я объясню, что такое 20% Я думаю, что люди там, у кого есть там какие-то заведения и так далее Понимают, что это Ну, это в лучшем случае фонд оплаты труда Соответственно, мы, получается, остаемся без там оплат поставщикам и так далее Вот примерно в таком формате Я думаю, что если бы нам разрешили так же вот загрузку, например, в 50% Да, мы могли обеспечивать предприятие То есть, в данный момент мы это не можем То есть, условно, там какое-то время еще пройдет Месяц мы как-то протянем Вот, а потом, скорее всего, просто придется закрывать предприятие Там, распродавать все, что у нас есть И расплачиваться с поставщиками Там, зарплатный фонд и так далее То есть, 50% в принципе, для нас устроило Это уже такой зеленый свет для большого количества мероприятий То есть, у нас там, условно, раз в неделю массовые мероприятия Там на 300-400 человек И все остальные мероприятия, они такие Лекции какие-то, показы Не знаю, гаражные распродажи и так далее Которые, ну... Ну, там, ну, 100, ну, 150 человек 100-150, да, вполне бы нас устроило Даже какие-то вечеринки, они примерно на такое количество человек И огромная часть концертов такого небольшого уровня Как раз 100-150 человек Которые бы дали нам, ну, большой бы толчок в данный момент И сейчас просто этого не происходит Соответственно, у нас ребята, другие организаторы там концертов и так далее Какие-то букинг-агентства спрашивают Что у вас происходит Мы бы к вам приехали Ну, раз у вас нельзя, мы не поедем и так далее Это даже летом, несмотря на то, что не сезон Да, сезон у нас начинается в сентябре Тоже концертный Ребята готовы ехать, потому что большое количество вот как раз... То есть запрос на площадке есть? Запрос есть, даже летом, да Но люди объезжают наш город Потому что в каких-то городах уже можно, да, там выступать на 150-200 человек Вот я хотела спросить, да, есть какая-то статистика, может быть, по соседним городам с нами, да? Чтобы ее можно было как-то сопоставить Ну, сопоставить, да, что происходит Но ребята сейчас едут, извините, что переведу, да? Ребята ездят сейчас в Питер, Москва, там точно уже концертные полным ходом Вот Нижний Новгород, я знаю, тоже принимает гостей Там концерт с полным ходом Но там тоже с ограничениями, да? Там с ограничениями, там на летних площадках, но концерт есть Вот, я не знаю, насколько это все легально, но там это происходит достаточно часто Это почти каждую неделю концерты в заведениях именно в летнем формате, они происходят Ну, уже в 18 регионах разрешили проводить мероприятия массовые, там, с ограничением по вместимости площадки на 50% Павел Саулов говорит, да Да, и, соответственно, когда они входили в эту точку, когда они разрешали То у них показатели были в регионах даже хуже, чем у нас по заболеваемости И после открытия, соответственно, ну, ничего не изменилось Либо все так же, либо даже идет на спад Вы отслеживали эту ситуацию, да? То есть там вспышек нигде не было таких, связанных, возможно, с открытием концертных площадок Не было, не было нигде Вот, например, Владимирская область там почти вдвое сократилась с момента открытия всех заведений Поэтому непонятно, что мы ждем Количество заболевших Да А у нас под запретом и мероприятия, которые проводятся, массовые мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе Или, по крайней мере, так, в подвешенном состоянии, да, Сергей? Ну, то есть вот фестиваль «Рок над Вяткой» Фестиваль «Рок над Вяткой» мы планировали делать этим летом Но в связи с тем, что были введены ограничения, мы все перенесли на следующий год Для меня это, в том числе, и положительная новость, потому что в следующем году мы его сделаем более ярким, более подготовленным Это плюс Но очень огорчает то, что мы играем немножко не по правилам Потому что, глядя на нашу страну, я смотрю, в Суздале проходят огромные фестивали, два одновременно В Севастополе проходит огромное количество фестивалей И несколько непонятно подход регионов То есть где-то все разрешено, а где-то все запрещено Хотелось бы, чтобы это было как-то более, может быть, демократично И я понимаю, что для всех все невозможно, но есть, видимо, избранное В перерыве упоминали вы, да, что встречались с губернатором? Ну, это была встреча представителей кино-киноиндустрии, насколько я понимаю Нет Нет, не только Нет, это были концертные деятели, ну, промоутеры, которые возят у нас крупные концерты И кинотеатры Ну, по кинотеатрам у нас вопрос решился В принципе, вот, для информации, да, то есть мы там говорили с Роспотребнадзором Про 50% заполненности, еще что-то То есть вот в понедельник средняя заполняемость зала была 14% Во вторник средняя заполняемость была 12% То есть люди отвыкли? Люди пока, скорее всего, не знают Или боятся? Я думаю, что, скорее всего, не знают, потому что всех, кто приходили И всех мы кого спрашивали, кому чуть-чуть, там, может быть, страшно Тот приходит, сидит в маске А кто-то приходит просто так Но когда ты сидишь там в зале на 150 мест, вас едет 10 человек Ну, понятно, что в пазике страшнее ехать, чем сидеть в кинотеатре На расстоянии 3 метров от ближайшего соседа Которая действительно обрабатывается постоянно, там, в отличие от автобусов, там, каждые полтора часа И зрители сидят там через несколько кресел друг от друга Поэтому, ну, это все безопасно вполне Мы посмотрим первую неделю Вам ставил Роспотребнадзор, там, или власти, регионы какие-то условия или ограничения И говорили ли они вам, что вот если после того, как мы вас откроем, заболеваемость пойдет в рост То, возможно, там снова закрытие Или не было такого? Ну, нет, такого, наверное, скорее всего, не было Почему? Потому что, в принципе, кинотеатры, как бы, согласились все вместе подписать декларацию Которую мы вчера подписывали в ВТП, да, санитарную некую Ее, в принципе, мы все соблюдаем И я думаю, что она никак не повлияет на какую-то заболеваемость Потому что это, на заболеваемость может повлиять какие-то более массовые вещи Типа, там, открытие школ, там, еще что-то Ну, в моем понимании, например, да Кинотеатры здесь повлиять на как-то ничего, мне кажется, не смогут Ну, то есть, накануне, да, насколько я понимаю, премьера у вас была? Да, вот, у нас вчера был предпоказ, первый крупный предпоказ В принципе, гости, которые были приглашены, это не коммерческий показ от Sony Pictures Соответственно, гости, которые были приглашены Большинство тоже пришли в масках, потому что тоже непонятно, там, опасно, не опасно Но, в принципе, все были довольны и рады тому, что все открылось и все здорово Я думаю, что мы на какие-то обороты прошлого года, там, сейчас будем выходить на, ну, месяц минимум, наверное Может и больше Может быть, чуть больше, да, потому что, вот я говорю, что если смотреть этот понедельник И сравнивать его с прошлым годом, ну, это примерно, ну, процентов 20, наверное, от того, что было в прошлом году Может, даже чуть меньше Вот, потому что, ну, люди пока, скорее всего, не знают В 5 раз меньше? Да Вот это так Так, а по концертным площадкам до чего, до чего договорились? По концертной площадке открываются с 15 сентября С посадочными местами С посадочными местами, да Ну, а мы, конечно, повторюсь, что пока не открываемся Те, там, где мы стоим А чем мы мотивировали это на встречу? Повторюсь, наверное, я, что нельзя соблюсти санитарную дистанцию все-таки между людьми Не знаю, как бы, ну, вот в самолете летит 200 человек Ну, их можно рассадить, понятно, да Ну, они, нет, они сидят же на каждом самом кресле И они летят 2 часа, там, 2-3 часа Они все равно, вот, как бы, есть момент очень важный, да Они все равно пойдут все в туалет Весь этот самолет туда сходит Весь этот поезд туда сходит И после этого... Да, они все равно все заденут, поднюхают этот коронавирус, я не знаю, тву-тву, конечно, да Но, тем не менее, этот самолет летит, да Это еще 200, это маленький самолет А которые летят в Москву, Сочи, сейчас забитые просто под завязку Ну, я не знаю, для меня, на самом деле... Поэтому концертом в 300 человек было практически тем же самым событием, что и самолет Все разговоры о том, что концертные площадки или, там, кинотеатры или еще что-то опасно При ходящем битком общественном транспорте, ну, вообще несостоятельны, на мой взгляд Поэтому, ну, я не знаю, для меня это вообще непонятно И вот, возможно ли было какие-то, я не знаю, что-то предложить правительству, да Какие-то, я не знаю, чтобы они пошли навстречу вообще Ну, если, например, все упирается в то, что невозможно обеспечить вот эту социальную дистанцию То может ли какая-то концертная площадка, да, какие-то механизмы предложить, как это сделать Ну, вот кроме сокращения количества учащихся Если мы даже говорим о полутораметровых шляпах А, ну, вот хорошая история Нет, ну, смотрите, помните Я даже, я сейчас вот добавлю, вот на той же встрече Концертные площадки не были представлены, да, там, ДК Родины Были пространены только промоутеры И вот промоутеры как раз предлагали на той или иной площадке делать следующие вещи Там, открывать, там, два-три входа, чтобы заходили медленнее, там, да Вот, точнее, быстрее заходили-выходили Проветрить помещение, выдавать там всем маски, там, и так далее, и тому подобное Здесь, в том числе, инициатива должна произойти от тех, кто, как бы, ну, проводит мероприятие Само Гауди проводит, там, в год, ну, может, два-три-четыре мероприятия с нас Мы до конца года сейчас отменили все свои мероприятия Потому что нам непонятна ситуация Потому что наше мероприятие, которое проводит Гауди Это 1200-1500 человек, мы их не будем проводить Это крупные дискотеки, крупные, как бы, артисты, когда приезжают Мы от них, наверное, откажемся Вопрос, как бы, здесь больше к промоутерам Мы готовы, там, с ними совместно проводить эту работу И делать площадку максимально безопасной Вот, например, у Паши были его предложения Он мне высказывал, там, тоже, вот, до того, как до эфира Какие, Павел? Да, можно просто для начала хотя бы, ну, сравнить концертные площадки С какими-то муниципальными учреждениями И если вы придете, например, в поликлинику, там, во взрослую, в детскую, без разницы То никакой социальной дистанции нет И никакого температурного контроля Ну, о масках говорить вообще бессмысленно, поэтому... Не-не-не, подождите Вот в моей поликлинике я, человек, который там последнюю неделю Практически каждый день туда захожу, да И температуру измеряют на входе в будние дни, когда там много народу И на креслах там вот эти скамеечки, которые стоят, крестики вот эти наклеены Чтоб не садились люди рядом друг с другом И маски там не садятся И маски там требуют надевать Другое дело, что там уже и персонал, я вижу, периодически без масок ходит, да Ну, кто-то в маске, кто-то без Вот, ну так, чтобы в массовом порядке это было разрешено, такого, конечно, нет То есть это нарушение Ну, смотрите, я просто ходил, например, в детскую поликлинику и снимал видео о том, как это происходит Ну, как... Ну, видимо, поликлиники разные Да, и я просто смотрел, как реагируют на то, что я там зашел в одну сторону, в другую сторону И поэтому, как бы, там никакой реакции не было ни у кого И если сравнивать это с концертными площадками, например, то, как минимум, мы можем осуществлять температурный контроль Мы можем расставить везде там антисептики, которые избавляют нас от вируса, как известно Мы можем выдавать всем средства индивидуальной защиты Маски Да, да, да Да вплоть до того, что мы можем каждому антисептик выдать, ну, если уж на то пошло Вот, и это уже, как минимум, снизит риск заболеваемости Если сравнивать это с живыми очередями в поликлинике, где, ну, не всегда без симптомов люди приходят Плюсом у интертеймент индустрии все-таки аудитория не входит в группу риска То есть там нету людей, которым за 60 на дискотеке они точно не ходят Поэтому все-таки рационально было бы вот эту экономическую сферу в нашем регионе все-таки открыть Потому что есть площадки, у которых там есть сотрудники Вот, например, конструктор практикли Гауди У них есть сотрудники, которые, ну, должны обеспечивать там свою семью, оплачивать жилье и так далее А сейчас, получается, только вот эта маленькая сфера, она, ну, без внимания остается от правительства Как бы мы не просим помощи, мы не просим поддержки, мы просим просто открыть Дайте работать Дайте работать, да Все, это было бы достаточно Звонок у нас, я прошу прощения, сейчас примем, да, и после этого поговорим, продолжим Добрый день Да, добрый день, зовут меня Владимир Да, Владимир Вот сейчас вот сижу и слушаю, открыли там Сочи, летят самолеты Я вот немножко недопонимаю, видимо Либо нам власти что-то недоговаривают, врут, раз они не открывают все Либо это действительно так страшно и, может, тогда нужно подождать со всеми этими дискотеками, отдыхами У нас прекрасная природа и здесь можно, допустим, отдохнуть Ну, там, я понимаю, север крайний, может, их куда-то надо вывезти Но мы-то можем прожить без этого отдыха и без лишних заражений Вот Или это действительно, может, власти как-то что-то нам врут, не доказывают, не рассказывают Так же, как вот про эти новые прививки Одни говорят, вот это хорошо, другие говорят, да они там сырые, да они там такие Вот Может, все-таки нам лучше подождать какое-то время и не подвергать себя всем этим испытаниям И всем, как бы, испытаниям других людей Так, Владимир, подождите, я все-таки уточню Вы за тот вариант, что все-таки сейчас не открывать, но тогда уже не открывать все То есть закрыть обратно все, что открыто и сидеть Да, да, я согласен больше с этим Если это действительно так, как нам говорят, что это страшно, что это у людей там и поражение, и легких У меня товарищ отлежал в больнице три недели Я, по его словам, как бы, он еще в более легкой форме переболел А другие говорят, еще хуже Так, вот, может, все-таки не подвергать тогда жизни своей, других людей вот этой болезни А жить-то как, Владимир? Тискотеки без отдыха мы можем прожить Я говорю, отдых можно найти у себя в области, я не знаю, в районе там все-таки чем-то заняться полезным может Это же ходьба, это же бег, там, не знаю, за грибами, за ягодами Что-то можно делать, но не обязательно открывать все эти дискотеки И, как бы, Сочи И это же там, вот я сейчас представляю, на пляже сколько там народу Какая там дистанция? Никакой дистанции Раз там открыли, значит, может и здесь открывать Но вот я стремлюсь к тому, что, ну, как бы, больше к тому, что надо, если уж не открыли здесь, то надо закрыть и там Вот мне больше этот вариант подходит Смотрите, Владимир, вы просто сейчас рассматриваете исключительно с точки зрения человека, который пошел куда-то развлечься Но, мне кажется, не принимайте во внимание, что за всеми этими развлечениями стоят, вот как Павел отмечал, стоят штатные сотрудники, которые должны работать, получать зарплату Я все это понимаю, может, как-то их тогда надо на другую какую-то перекинуть работу Я не знаю, но я понимаю о том, что если это болезнь, если мы ее лечить не научились, то распространять ее не надо А мы, получается, вот открываем все те вещи, которые без них мы можем прожить, мы их открываем И получаем эти же 55 человек за сутки Мы, я еще раз повторюсь, мы сидели там при 20 человеках в сутки, мы сидели закрытыми дома А сейчас у нас 55, и мы все открываем Либо мы научились лечить, либо у нас достаточно коек для того Либо мы перестали думать о том, что мы разносим эту заразу в два раза быстрее Вот тут, конечно, вот, не знаю, я не доктор, я не могу сказать все, что это с этим связано Но вот, на мой взгляд, что надо бы подождать А то, что люди не зарабатывают, ну, да, это плохо Но я думаю, что какие-то альтернативы заработка Можно где-то что-то перехватить, переделать, сделать другую работу какую-то Все понятно, спасибо, Владимир, за ваше мнение Такое мнение тоже есть, я не знаю, насколько это осуществимо Возможно или куда-то перекинуть сотрудников Перекинуть сотрудников, да, и отдыхать, бегая за грибами Ну, представьте, вы профильно на что-то учитесь Например, это человек, который занимается светом на концертной площадке Ну, куда он пойдет? Что он будет делать? А потом, что мы будем делать, когда он уйдет от нас? Когда мы откроемся, и вот нам пришлось в прошлом году, например, брать нового человека Полгода ушло только на обучение Ну, это деньги, это время, это... Давайте я расскажу, что все-таки делается в этом направлении Потому что мнение нашего гостя, в общем-то, имеет место быть Слушатели, простите, имеет место быть Нам приятно, что... Я буду говорить от лица концертной индустрии Что губернатор все-таки встретился с нами, пошел на встречу И с 15 сентября площадки заработают И многие организаторы ответственно подходят к этому вопросу И сейчас мы проработали варианты захода в зал Выхода в зал организованного с максимальным контактом Билетные операторы сейчас разрабатывают системы, которые позволят сохранять дистанцию между зрителями Рассадка вот этой системы рассадки Да, именно рассадки вот прямо сейчас Они этим занимаются В ближайшие дни эта система будет запущена Поэтому мы очень рады, на самом деле, что какие-то шаги к открытию сделаны Потому что долго мы все равно все не просидим в квартирах, в домах, что бы ни происходило Можно бегать за грибами, Владимир предложил, или за ягодами Мы бегаем за грибами, мы бегаем за ягодами Но нам не хватает и хлеба, и зрелищ бывает И это тоже хороший способ снять напряжение, которое создал нам коронавирус А в случае с УПНР, в чем проблема вообще дистанцию социальную создать? Никакой проблемы нет Это не проконтролируешь То есть человек в этот момент не сидит у себя в кресле, как в самолете, где-то там пристегнутый, условно говоря Он перемещается в пространстве, и в какой-то момент он с кем-то сталкивается Но если ты сравниваешь это с автобусом, например, ты понимаешь, что там ты тоже с кем-то сталкиваешься Единственная разница, мне кажется, в том, что ты на автобусе едешь 15-20-30 минут На концерте ты находишься полтора часа Но опять же, с самолетом вот Если вы приедете в Советскую, тоже будете ехать два часа в полном автобусе И еще один момент, вчера все организаторы подписали конвенцию о безопасности Декларацию? Да, декларацию Декларация конвенции в Советской торговой промышленной палате И, в общем-то, все очень серьезно к этому относятся Даже некоторые готовят экспресс-тесты для каждого зрителя на коронавирус Да, вот сейчас Москва разработает даже так Ну, а что делать? Сереж, это будет входить в цену билета, получается? Это будет входить в цену билета И дело в том, что все равно индустрия не стоит Она находит какие-то способы Москва, Питер Что-то делать нужно Давайте об этом через полторы минутки поговорим А сейчас уйдем на рекламную паузу Продолжаем дневной разворот Дмитрий Потемкин, Иван Полушкин, Сергей Орлов и Павел Исаулов У нас в гостях Сергей, интересную мысль вы сказали по поводу экспресс-тестов Правда, то есть это тогда будет включено в стоимость билета, насколько это может все дорожать И в Кирове реально ли сделать? Понятно, что какие-то московские, питерские организаторы могут себе это позволить Ну вот сейчас наши московские партнеры готовятся к этому и надеемся, что это тоже будет Потому что наша задача обезопасить зрителя Мы его любим, уважаем, хотим сохранить И поэтому максимально все делаем Естественно, посещение концертов необходимо проводить в масках Без средства Да, да Мы приняли такое решение Я не представляю себе, как можно там 2-3 часа сидеть в маске на концерте Удовольствия-то вообще же никакого не получишь, мне кажется Петь в маске Ну что делать, некоторые концерты питают человека целый год, потом духовно или еще Ради этого стоит потерпеть, да? Ради этого стоит потерпеть, конечно Потому что онлайн-концерты, они фактически ничего не дают Это не решение Еще ведь есть вот вопрос какой Ну то есть экспресс-тесты, понятно, наверное, это очень затратная история Но тем не менее, вот эти все градусники, которые нужно будет закупать Средства дезинфекции, которые нужно будет закупать Они ложатся там дополнительной нагрузкой на предприятие Или это все-таки как-то компенсируется? Вот есть какая-то компенсация там за использование дезинфицирующих средств Но на вашу отрасль распространяется ли это? Это распространялось в принципе на все пострадавшие Да, там было с 15 июня, по-моему, по 15 августа Была субсидия в виде размера там 6 тысяч рублей Плюс один мрот, по-моему, на сотрудника Такое, то есть в принципе весь общепит Ну кто мог, у кого правильные акведы Кто грамотно составил документы И так далее, и тому подобное, скорее всего, почти Не-не-не, я про другую компенсацию Я просто видела, что выдают еще какую-то компенсацию За дезинфицирующие средства 15 тысяч на это средства Да-да-да-да Я про нее и говорю А, она, да? До 15 августа можно подать документы Все пострадавшие отрасли могут получить эту субсидию Но это надо посмотреть просто законы И какие размеры, и какие сроки там все указано Теми деньгами, которые выдавали в Сеус Умудрились воспользоваться Нет? Может, конечно Ну там очень все чисто должно быть на самом деле То есть у нас там не выдали в Сбербанке нам субсидию Вот эти, которые на 6 месяцев На сотрудников Это которые по 12 тысяч, да? Нет, нет, которые Нет, больше Которая основная сумма Где можно тратить там определенное количество В общем, мы должны были получить 380 там или 500 Не субсидия, а кредит А, да, кредит, да Вот этот беспоцентный То есть у нас Нам вспомнили штраф Так понятно Там все грехи припомнили Роспотребнадзора в 1000 рублей В общем, я так понимаю Что вот из-за этого штрафа Мы не получили Вот Но там тоже история непростая То есть если бы мы получили эту субсидию Мы не могли бы тратить Ну мы, во-первых, должны были бы в банке В котором мы взяли В Сбербанке, да, можно говорить, наверное Мы должны были бы тратить Не более там 53 тысяч рублей в месяц Вот Из всей суммы не более 3 В месяц В месяц То есть мы в течение 6 месяцев Можем потратить эту сумму То есть чтобы То есть разово вы ее не можете Мы не можем, да То есть вот мы вышли с задолженностью Например, там в 500 тысяч И получили 500 тысяч Мы не можем разово раздать Мы можем только раздавать раз в месяц И дальше копить свои долги В общем, было бы так Примерно То есть это тоже Даже если бы мы получили Было бы непросто Дмитрий, вы пытались взять какие-то кредиты Я поясню, наверное, да На примере там, наверное, кинотеатра Да, это целевые кредиты Мы работали немножко с другим банком Он выдается по схеме Которая была предложена правительством России Да Там вот Один мрот на человека Там что-то умноженное Я, честно говоря, сейчас не скажу Это целевые средства Их можно использовать На погашение дебюторской задолженности На заработную плату Естественно, всю сумму Например, если мы запрашиваем Ну, к примеру, там, миллион Она будет расписана на 6 месяцев По отдельными траншами Как вот Ваня сказал То есть если на 500 тысяч Это по 50 тысяч месяцев То на миллион Это где-то там Ну, тысяч Под 100 с чем-то в месяц Можно ее потратить При этом Если вы будете закрывать Дебюторскую задолженность С вас потребуется договор Все акты выполненных работ И так далее И тому подобное Все, что нужно по этому Как бы по тому По той задолженности Которая она есть Если у вас, соответственно Эти документов Хоть каких-то нет Никто этот Этот транш банк не сделает Да, подтверждение обязательно Должно быть для банка И отдельный счет Именно в этом банке Несмотря на то, что у вас там Например, резервный свой счет Находится в других банках Естественно, не должно быть Никаких задолженностей По налогам По каких-то штрафов И так далее и тому подобное Этот кредит выдается Он считается беспроцентным Он выдается до На полгода После чего Его нужно либо вернуть Сразу целиком Ну, то есть Если вы взяли миллион Расписали его на 6 месяцев 6 месяцев прошли Вы должны через 6 месяцев Вернуть его в этот миллион Тогда он получается У вас беспроцентным Да А если вы как бы Продолжаете кредитом пользоваться Он там, по-моему, на год Или сейчас точно не могу У него становится Льготная ставка Которая тоже Говорила правительство России Да Там, по-моему 2,5% годовых Ну, а смотрите Вот получается Те, кто взял В самом начале этот кредит Ну, то есть Когда только появилась Эта возможность Но так до сих пор Не открылся Получается Это довольно странное решение Это очень странно Да То есть получается Что ты до сих пор Не работаешь Но кредит тебе Уже нужно закрыть Уже надо отдавать Либо платить 2,5% за пользование Этими деньгами кредитными Да, все так А Ивана Вот эти вот 12 тысяч Которые на сотрудника На сотрудника 12-130 Нет? Тоже нет А у вас, Дмитрий, по-моему Получилось Да Да, у нас Получилось Павел Сергей У вас есть Какие-то штатные сотрудники Которых У нас их немного Поэтому мы справляемся Своими силами Ну, у кого есть ИП Вот они и получились И 12 тысяч в месяц Да Те сотрудники Те сотрудники У которых есть У которых нет сотрудников Если он один в одном лице На своем ИП Вот он получился И 12 тысяч Плюс там Северный там 15% Ну, 14 тысяч Значит, они получили Да Такая же, да, вот ситуация Ну, смотрите Просто в основном У организаторов мероприятий Большинство сотрудников Это все-таки не сотрудники А партнеры Которые работают То есть которых вы привлекаете Да, непосредственно к мероприятию Да, и они работают вместе с тобой Но, как правило Все эти люди Они в одной области работают Области мероприятий И поэтому У них ничего не получилось получить Ни у нас ничего не получилось получить Поэтому Это такая история И заработать ни у них не получается Потому что все закрыто Молодежь оставалась без работы А долговые обязательства остаются Ну, а вот действительно, да За время пандемии Кто-то вот из узких специалистов Из тех, кто, не знаю, там работает Со звуком, со светом Вынужден был уйти Куда-то, да Ну, я думаю Много кто Ушел в ритейл Ну, мне кажется Это смешно В пятерочку И так далее Ты красиво сказал Про пятерочку Не, ну Между прочим Вот в Москве У меня есть знакомые Которые оставались без работы И на какое-то время Пока искали новые Они уходили туда Без оформления Я видел ребят Которые работали официантами В каких-то хороших там заведениях Они работали на кассе В КБ И так далее В каких-то таких магазинах Ну, потому что, извините Зарабатывать надо все равно Культура обслуживания выросла Ну, потому что, да У кого-то ведь есть дети И так далее Нужно обеспечивать семьи Я думаю, что это все равно Это еще в начале истории пандемии Там, олимпийские спортсмены Пошли работать грузчиками Поэтому Это, наверное, такая нормальная практика Обычная Когда тебе нужно содержать семью Ты не будешь Там, рассматривать За что взяться Чтобы заработать на семью деньги Поэтому, конечно Люди уходят куда-то работать Но Они не для этого Становились специалистами В своем деле Чтобы потом Идти и надрываться грузчиком По 8 часов в день Ставил звук Теперь ставишь ящики с яблоками Как-то так А вот на данном этапе Какие, я не знаю Возможно, действия Или деньги Послабления Что-то, что правительство Может предложить Что помогло бы продержаться До этого 15 сентября Я не знаю Возможно, там где-то будет принято Какое-то решение Вопрос просто в том Будет ли оно вообще принято До 15 сентября Решение по массовым мероприятиям Без рассадки Если я верно понимаю То пока Там Радужных-то перспектив Ну, в этом смысле нет Потому что тут вот Буквально недавно Чулин говорил о том Что вроде как Никаких дополнительных мер Сейчас уже Мер поддержки не будет Ну, не то чтобы не прорабатываются Но они не в какой-то там Активной стадии Ну, потому что, да Потому что сейчас нет давления Вот Мы когда в начале пандемии В апреле сидели здесь Света и Занько И с ребятами из общепита Да, то есть Было большое давление Была куча звонков Все интересовались этим То есть мы там тоже собирались Все там Какие-то принимали решения Подписывали тоже Какие-то документы То есть было давление Сейчас давление Ну, какое давление Вот, ну, лично от меня Да, то есть У меня заведение на 350 человек Я не знаю Делаю лекции Концерты И рок-групп Какое от меня может давление Конечно, это просто не замечают Ну, то есть Закрытых отраслей осталось мало То есть чем меньше вас остается Тем меньше на вас обращают внимание Ну, тогда В этом и дело, да То есть Ну, если как бы Так уж по-честному говорить Условно Еще там пару недель Может максимум месяц Мы там протянем Потом мы просто открываться не будем Потому что Соответственно Киров потеряет там Такую площадку С какими-то серьезными Хорошими там Приозами Меккой молодежи И так далее То есть Я уже это даже для себя Как бы принял Что Ну, вот Как бы Не откроют нас И значит И нет смысла дальше Месяц, два Просто Не-не Не два даже Месяц Месяц это просто Максимум Который мы протянем Потому что У нас только долг растет То есть Аренду мы уже Должны платить С середины июня Полноценную Тут вам хотя бы Идут на встречу Ну По пандемийным месяцам Да А уже Как бы По полностью Рабочим месяцам Как считает Арендодатель Уже нет Карантин закончился Все Да То есть У нас Накапливаются Только долги Мы не можем Отрабатывать За счет этих Двадцати процентов Как бы Все это Дмитрий Вы как резервы Свои оцениваете Смотрите У нас Не знаю У Ивана У нас все-таки Есть какие-то сотрудники Их немало Про те кредиты Про которые мы с вами Говорили Это кредиты Как раз Они действуют Только при сохранении Деванда Процентом штата Там есть условия По идее Если там Скажу Что все Ребят До марта Точно не работаем Нужно будет Либо уволить Двадцать человек И вот здесь Нужна будет Какая-то помощь Государства Потому что Я не могу Просто так Уволить человека У него есть оклад Ему нужно будет Выплатить Третьих оклада И так далее И тому подобное То есть Это опять Какие-то кредитные деньги Либо что-то еще Ну в данном случае Если государство Говорит Да все До первого марта Вы не работаете Соответственно Вот здесь Нужна будет Их какая-то помощь Мы закроем предприятие У нас нет аренды Помещения у нас Собственности Вот Но опять же Коммуналка Никуда не девается В любом случае Есть часть оборудования Которая должна быть Включена всегда Да Есть там Подогрев Ну то есть Помещение Не может промерзнуть Зимой И так далее И подобное Это тоже там Около ста тысяч Будет набегать Каждый месяц Мы будем дальше Терять эти деньги Товарный остаток Да Тоже его куда-то Нужно будет списывать Там выбрасывать Еще что-то Это тоже опять же Деньги Вот Ну и репутационные Какие-то вещи Которые потом Восстановить будут Ну очень сложно Там поменяются Площадки Поменяется еще что-то Это будет Ну проблематично Потому что В принципе Как мне показалось Для всей отрасли Карантин-то был В апреле-май За что и были Получены там Субсидии у всех А потом В принципе Это 80% Всех открылось Вот эти остатки Которые Вот сейчас там Да там Кинотеатры Открылись Да еще что-то Вот Прошел же ведь Еще июнь Ведь прошел же Еще июль Вот На эти все Как бы Месяцы Это были кредиты И они лягут На плечи Театры там инвесторы Еще их все равно Придется отдавать Полминутки остается Сергей Павел У вас я так понимаю Там нет помещений За которые нужно Платить аренду Но тем не менее То есть нет Мероприятий Нет дохода Помещения не заработают деньги Да Мы понесли убытки Достаточно большие Которые потратили на рекламу На авиажидебилеты И прочее Предварительное И сейчас находимся В состоянии ожидания И принятия решения Что нам скажут Наше правительство Или наша местная власть Что будем делать дальше А шансы то есть На то что может быть Вам все таки Разрешат открыться Мы максимально Готовим зрителей Защищаем зрителей От В рамках требований Которые Роспотребнадзор Требует А шансы Шансы Зависят не от них Шансы Зависят не от нас Никто не Их не может оценить Риски Я вам скажу От кого зависят шансы Шансы Зависят от семи их людей Если мы будем С 1-го 15-го Сентября Соблюдать все нормы Которые есть Вводить детей в школу А не как там Было сделано И потом никто Ничего не сделал Вот тогда У нас все получится Потому что Ну враг один тут Победа может быть Только общей Я проси Уже за эфиром Сейчас договорим Потому что новости Нас стеснят Мы с Аней вернемся Через 20 минут Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok